Подготовка к формированию бюджета 2016 уже началась. В собрании депутатов проходят заседания и комиссии. Главной в обсуждениях новая стратегия формирования бюджета, где приоритетом остается сохранение социальной направленности основного финансового документа. В чем новый подход? Прежде всего, в переходе на принцип адресности и нуждаемости социальной поддержки населения. Поправки в ряд социальных законов стали предметом обсуждения на комиссии по социальной политике собрания депутатов. Народные избранники таким образом хотят поддержать наиболее незащищенные слои населения. Принцип предоставления социальной поддержки и ее размер изменится для инвалидов, многодетных семей и ветеранов труда. Соответствующие законопроекты уже разработаны Министерством труда и социальной защиты России и после утверждения в Государственной Думе станут основой для принятия аналогичных мер в субъектах с учетом региональной специфики. В Нинницком округе к разработке критериев нуждаемости и адресности при реализации региональной социальной политики приступили уже сейчас. По словам руководителя департамента Нинель Семяшкиной, подготовку к исполнению федерального законодательства начали заранее, чтобы совместно с собранием депутатов каждый вопрос проработать более детально. На обсуждение комиссии по социальной политике окружного парламента вынесли 11 вопросов. Самой обсуждаемой темой стали льготы для многодетных семей. Для них планируется в дальнейшем сохранить выплаты, но при условии, что семья проживает на территории округа не менее пяти лет. При этом доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов. Кроме того, внесены изменения в законопроект о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Сейчас эту выплату предлагают распространить только после рождения четвертого и последующих детей. Наши социальные законы все делают для того, чтобы у людей не было, к сожалению, сегодня такая ситуация. Мы в июне вам предприняли документы, сколько у нас получает многодетная семья, где можно не работать. Если раньше многодетная семья создавалась для того, чтобы было много работников в семье, семья лучше могла вышли в этих условиях. Сегодня у нас многодетная семья – это как можно больше получателей социальных льгот. И дети, выросшие многодетных семей, я щетко могу вам принести мне левый, они тут же становятся получателями социальных пособий. Вот многодетная семья, 9 детей, мать ждет 10-го ребенка. Старшая дочь, инвалид, имеет ребенка, живет на пособия. Вторая дочь, 21 год, имеет трех детей, живет на пособия. Супруг ни у той, ни у другой женщины, официальные их нет, неофициальные, не работают, семье не помогают. Вот сегодня, к сожалению, мы поддерживаем такой образ жизни. В детский отдых тоже внесены изменения. По путевке мать и дитя смогут поехать дети в возрасте от 4 до 9 лет. Ранее воспользоваться таким правом могли дети до 15 лет. Практика этого года показала, что средств заложено в бюджете, их недостаточно. И организованного отдыха детей позволит больше охватить этим отдыхом детей. Потому что в данном случае мы же говорим о выздоровлении отдыха детей. И вот это отвлечение средств на отдых родителей, которые с ними едут, он как раз и сокращает количество возможных путевок, которые мы можем обеспечить детей. Уменьшение возраста сотрудники здравоохранения связывают с тем, что путевка мать и дитя дорогостоящая и составляет на ребенка и родителя более 100 тысяч рублей. До такую сумму могут оздоровить максимум 5 ребятишек. Начиная с 10 лет, ребенок может отдохнуть в составе организованной группы, направляющейся на отдых в детский оздоровительный лагерь. Дополнительные критерии предлагается ввести в законодательство о звании ветеранов труда Ненецкого округа. Я еще хочу сказать, что ветеран Ненецкого округа, звание должно быть очень достойным, очень таким ответственным, статусным. А на сегодняшний день у нас, я еще раз говорю, 30-35 отработок имеет право. Присваивать звание за 30 календарных лет женщинам и 35 мужчинам планируются лицам, имеющие почетные звания, грамоты и другие награды. Для тех, кто не имеет трудовых наград, стаж увеличивается на 5 лет и составляет для женщин 35 календарных лет, а для мужчин 40. Еще одни изменения для ветеранов труда касаются выплат ко дню рождения Ненецкого округа. Если раньше сумма составляла 10 тысяч рублей, то сейчас ее предлагают уменьшить до 5 тысяч. По словам депутатов, данная мера может носить временный характер в связи со сложными экономическими условиями. Внести изменения предлагает их закон о компенсации расходов на оплату стоимости проезда раз в два года к месту отдыха и обратно неработающим инвалидам. В частности, предлагается дополнить закон критериям о размере среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. В целях более эффективной реализации данной меры соцподдержки, проектам предлагается ввести пункт об оплате проекта граждан, сопровождающих лиц, имеющих инвалидность первой группы, к месту сопровождения. Еще один рассматриваемый вопрос касался автотранспортного предприятия, который ежегодно несет немалые убытки из-за перевозки льготных категорий граждан. Перед тем, как внести изменения, сотрудниками департамента были проведены анкетирования. Мы одновременно провели анкетирование, нам помогли в это медицинские учреждения. Насколько часто население пользуется автобусными перевозками, к сожалению, анкеты, причем, были разные от разных категорий возрастов, и востребованность пассажирских перевозок к общественным транспортам, именно АТП, у нас, к сожалению, незначительна. Планируется, что лица пожилого возраста будут платить 20% от стоимости билета, а студенты – 50%. Эти новые критерии социальной поддержки еще будут рассматриваться на заседании комитета. Впереди обсуждение и только потом принятие законопроекта с учетом пожелания населения. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо.